Здравствуйте! Сегодня у нас разговор по существу с Леонидом Мочиловым, начальником управления образования администрации города Чебоксары. Леонид Иванович, здравствуйте! Здравствуйте! Леонид Иванович, до начала нового учебного года остается немного немало 10 дней. Когда у нас школьники пойдут в школу? Какого числа? Первого или второго? Да, совсем немного осталось. И буквально на днях, 1 сентября, мы пойдем в наши родные долгожданные образовательные учреждения. То есть 1 сентября все на торжественную линейку? Да. Леонид Иванович, каким образом сейчас идет подготовка к новому учебному году? Готовы ли школы? На сегодняшний день все образовательные учреждения города в количестве 64 образовательных учреждений готовы принять на новый учебный год всех воспитанников. Ремонты закончились? Ремонты завершены, но есть небольшие виды работ, но к началу учебного года они будут все завершены. То есть учебный процесс будет начат в свое время. Просто в июле глава администрации выезжал с инспекции по школам, где шел ремонт, и у него было очень много замечаний на некоторых объектах. Эти замечания устранены? Да, были замечания, были выездные мероприятия на самом деле, ведь образовательные учреждения. Своевременно были сделаны замечания подрядчикам, те, которые приступили к выполнению тех или иных видов работ. Да, много чего после этого изменилось в лучшую сторону. В конце августа обычно проходят республиканские городские педсоветы. Вот какая тема в этом году педсоветов? В этом году августовское совещание, конференция состоится у нас 27 августа. Ну, конечно же, речь пойдет о столичном образовании, модернизация столичного образования с позиции введения федеральных государственных образовательных стандартов, где у нас будут рассматриваться центральные два вопроса. Это вопросы состояния и перспективы развития воспитания и дополнительного образования детей с позиции введения федеральных государственных образовательных стандартов. Ну и, конечно же, это введение федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования в дошкольных учреждениях. – Каким-то образом они меняются, да, и в дошкольных учреждениях, и в школах? – Ну да, вот с 2014 года это уже как бы вплотную уже, как бы сказать, стандарты переходят на ступень дошкольных образовательных учреждений. – И сейчас вот с введением нового закона об образовании, ведь меняется что-то в школах, насколько я знаю, там какие-то новые положения вступают в силу? – Да, ну и сам новый закон об образовании, он весьма существенно отличается от старого. Ну и само положение закона Российской Федерации об образовании касались они в основном управленческих и финансово-экономических отношений в сфере образования. А федеральный закон, он регулирует не только эти отношения, но и содержание образования. В том числе устанавливает требования к образовательным программам и стандартам. А также более подробно регламентирует права и ответственность участников всего образовательного процесса. Насколько я знаю, в этом законе прописано, что все школьники обеспечиваются бесплатными учебниками. – Это один из таких моментов, это обеспечение, стопроцентное обеспечение учебниками в образовательных учреждениях. – То есть теперь родителям не нужно платить бешеные деньги за то, чтобы купить за учебники, которые необходимы школьникам? – Такая задача стоит. И мы уже давно эту работу начали по подготовке именно решения этого вопроса с конца прошлого учебного года. Работа эта сейчас продолжается. Будем надеяться и стремимся к тому, чтобы эту задачу поставленную выполнить. – То есть библиотеки, школы, города укомплектованы новыми учебниками? – Да, есть достаточное количество учебников. Но на сегодняшний день еще и поступает, вот такие учебники поступают. – В соответствии с федеральными стандартами. – Леонид Иванович, но ведь некоторые школы работают по разным программам. Там вот это как-то учитывается, да? – Ну, конечно, есть разные программы, есть инновационные проекты. Это, конечно, учитывается. Но есть, нужно это отметить, федеральные государственные стандарты. Есть федеральные учебники. – Леонид Иванович, что нового в этом законе об образовании в этом году вступает в силу? – В частности, хотел бы коснуться вопроса следующего, что законом определены дополнительные права и меры поддержки и социальные гарантии для обучающихся, также педагогических работников и их родителей. – Закон на сегодня гарантирует бесплатность и общая доступность в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами дошкольного, начального, основного и среднего общего образования. – Также будут созданы условия для преподавания чувашского языка и русского языков, как государственных языков Чувашской республики. – Также в дошкольном образовании будут введены новые стандарты с 1 января 2014 года. – Предполагается финансирование расходов, которые связаны с заработной платой и приобретением оборудования, возложить на республиканский бюджет. – Родительская плата будет формироваться только из-за оплаты присмотра и ухода за ребенком. – Леонид Иванович, а насчет дресс-кода для учителей? – Насчет дресс-кода для учителей тема хорошая, интересная. Она, скорее всего, возникла не с пустого места. Есть, значит, моменты, которые нужно обсудить и решить. Будем надеяться на то, что все-таки эти вопросы тоже в правильном, нужном направлении будут решены. – Если проблема с дошкольными учреждениями у нас как-то в городе решается, там строятся новые здания, возвращаются обратно в систему детских садов старые какие-то перепрофилированные здания, учреждения, как у нас будет решаться вопрос со школами? Ведь через несколько лет также будет не хватать и школ, наверное, нашим детям. Потому что демографический рост заметен. – Да, заметен демографический рост. На сегодняшний день 64 образовательных учреждения у нас принимают своих воспитанников в новом учебном году. Общее количество, если взять по городу, это у нас более 46 тысяч обучающихся в наших образовательных учреждениях. И то, что вы затронули такой вопрос, да, есть у нас образовательные учреждения, которые на сегодняшний день даже работают в весь мир. Да, есть и вопрос на самом деле строительства образовательного учреждения, большой, такой школы большого образовательного учреждения, микрорайоне Гладково. – А по улице Гладково, там, где сейчас бурно развивается, да? – Да, по улице Гладково, да. – Спасибо, Леонид Иванович. Надеюсь, что все наши и ваши планы воплотятся в жизнь. Действительно, школа будет построена. Спасибо за то, что пришли к нам в студию. – Спасибо. – До свидания. – Напомню, что сегодня по существу мы говорили с Леонидом Мочиловым, начальником управления образования администрации города Чебоксары. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok